Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Работа депутата парламента. Тема нашей сегодняшней программы. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь к нам. Жанна Николаевна Чернявская. Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. Родилась в деревне Борисовщина Хойникского района. Накончила Мозырский государственный педагогический университет по специальности профессиональное обучение со специализацией агроинженерия. Академия управления при президенте Республики Беларусь по специальности государственное и местное управление. Работала мастером производственного обучения в Государственном профессионально-техническом училище в Хойниках, специалистом, начальником отдела идеологической работы, заместителем председателя Хойникского райисполкома. В 2019 году избрана депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Задать вопросы Жанне Чернявской можно прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Жанна Николаевна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как я знаю, эту неделю вы проведете на родине в Хойниках, где до этого много лет работали, курировали социальную сферу. И, конечно, вопросы, которые волнуют местное население, вам хорошо известны. Жанна Николаевна, с чем сегодня приходят к вам как к депутату, который представляет интересы этого большого округа, в котором, кстати, не только Хойнинский район, но еще и ряд других местных жителей? Ну да, в округ входят, кроме Хойник, еще Наровля, Лоевский район, Брагинский и часть Речицкого района. Поэтому приходится ездить, стараться успевать, чтобы встретиться как можно с большим количеством людей. Ну и вопросы, вы знаете, совершенно разные настолько, потому что в каждом районе есть какие-то свои, может быть, сложности. Может быть, люди просто хотят встретиться. Например, есть такие граждане, которые просто приходят, мы хотим с вами познакомиться, узнать, кто вы, что вы себя представляете. Есть, конечно, много вопросов, которые фактически решаются быстро и на месте. Вопросы о выделении жилья, например, вопросы о дорожном строительстве. Вот недавно было такое даже предложение поменять законодательство Республики Беларусь для того, чтобы в малых населенных пунктах не продавали спиртные напитки. Много есть вопросов, которые, ну, в общем-то, разъясняются сразу. То есть, куда обратиться по такому-то или этому вопросу. Что можно сделать, чтобы решить много личных вопросов. Много есть вопросов, в общем-то, касающихся спорных, как говорится, вопросов с соседями, по земле, еще по каким-то другим направлениям. Ну и, в общем-то, все районы, ну, каждый, скажем так, район из себя представляет немножечко, скажем так, свою такую нишу, которую занимают вот именно эти вопросы. И сразу видно, где, куда нужно идти и чем можно заниматься. Ну и поэтому вот. А какие есть инструменты у депутата парламента для того, чтобы людям в решении их насущных вопросов помочь? Инструменты, ну, в первую очередь. Если это простые вопросы, которые касаются именно, вот их можно быстро разрешить, то, конечно, это взаимодействие с властями в районе. Обязательно связываемся и говорим, что есть вот такой сигнал, там, кто-то не сделали, либо что-то еще. Ну и, в общем-то, в основном эти вопросы решаются таким образом. Помимо этого, есть еще такая форма работы, как депутатский запрос. Ну, это уже, если вопрос касается работы или участия необходимо, допустим, министерств, ведомств, департаментов. И тогда составляется депутатский запрос, который я подписываю и направляю. Уже, скажем так, хотя я работаю маленький отрезок времени, 6 месяцев, ну, больше 6 уже приходилось составлять такие депутатские запросы. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Министерство по труду и департамент по ЧАЭС на сегодняшний день. Вот есть такие вопросы, которые необходимо участие именно таких структур. Ну и, естественно, предложения, которые поступают с районов, ложатся в предложение, если это необходимо, значит, изменение каких-то законодательных актов, возможно, и через данную структуру. Да, вот это, кстати, очень интересная ситуация, когда люди приходят не с проблемой своей личной, а с инициативой, которая вполне может быть и законотворческой в дальнейшем. Вот какой она должна быть, чтобы депутат парламента взялся ее отстаивать? Например? Ну, наверное, я скажу о том, что административный кодекс. Вот это один из примеров, когда действительно он прошел через общественное обсуждение, когда было огромное количество предложений. И было предложение не только от наших граждан, допустим, что-то поменять, то или иное направление, а было обращение от тех структур, которые именно занимаются административными процедурами. И они тоже видели, что есть какие-то пробелы. Поэтому вот этот административный кодекс на сегодняшний день как один из примеров совместной работы и жителей, и депутатов. Подробнее об этом документе мы еще поговорим, а сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Накануне в Хойниках побывали наши корреспонденты. Вообще детская спортивная школа в Хойниках существовала еще с середины прошлого века. Однако сегодня здесь чаще называют другую дату. В 2010-м завершилась масштабная реконструкция со строительством стадиона. Сегодня здесь культивируется пять видов спорта, причем весьма успешно. Говоря о спортивной школе, то могу вам сказать следующее, что из 450 спортсменов учащихся уже в первое полугодие 12 спортсменов подтвердили разряды первого и второго взрослого. Два спортсмена учащихся подтвердили разряды кандидата мастера спорта, и один спортсмен учащийся подтвердил разряд мастера спорта. За первое полугодие спортсменами учащимися было завоевано 60 медалей, 4 из которых на республиканских соревнованиях и 56 на областных соревнованиях. Тяжелая легкая атлетика, дзюдо, самбо и футбол. Главная задача детско-юношеской спортивной школы – подготовка и передача в высшее спортивное звено Олимпийского резерва будущих профессиональных спортсменов. Из Хойников родом такие известные чемпионы, как Елизавета и Ксения Карабут – дзюдо. Василий Сенгаев – самбо. Сергей Зеленковский – легкая атлетика. Артем Смальцер – игрок футбольной команды «Шахтер». Дениса Трощенко и Олеся Царинок – тяжелая атлетика. Я считаю, что у нас все достаточно есть. У нас хорошие тренера, с помощью которых я добилась хороших результатов. Вот уже два года, как я занимаюсь в училище Олимпийского резерва. И также буду поступать туда для дальнейшей учебы. Тренеры детско-юношеской спортивной школы Хойниковского района – особая гордость учреждения. Причем речь не только о непосредственно подготовке спортсменов высокого класса. Сегодня в Хойниковском районе намерены возродить футбольную команду. В 80-х-90-х годах здесь была своя сборная, которая успешно выступала на различных уровнях. В 1987-м в Хойники даже приезжала команда ветеранов футбольной сборной Советского Союза, которая выиграла дружеский матч с минимальной разницей в счете 2-1. У нас сейчас в районе, скажем так, нового руководства, новый зампред, новый начальник сектора спорта. Люди, связанные сами со спортом. Мы уже этот вопрос обговаривали. И, скажем так, будем думать, как в будущем эту команду, ну, скажем, не то чтобы восстановить, а уже у нас подрастая и юношеские команды, и со своих уже детей, воспитанников сделать команду сборной района и начинать пока, конечно, с самых низов. Вопрос этот на контроле даже у председателя. Поэтому будем стараться, будем работать. Впрочем, в Хойниках привлекают молодежь не только возможностью достичь высоких спортивных результатов, но и материальными благами. В следующем месяце здесь планируют сдать государственной комиссии два многоквартирных дома для молодых специалистов и многодетных семей. Этой категории вообще особое внимание. Сегодня в районе 160 таких семей. 93 получили или получат ключи в ближайшее время. В сентябре пройдет экспертизу еще один 40-квартирный дом. Впрочем, у них есть выбор. Сейчас в городе есть более 40 свободных площадок для индивидуального строительства. Мы спрашиваем, вам больше многоквартирный нравится или индивидуальный? Это первое. А второй вопрос, конечно, вопрос стоимости. На сегодняшний день Хойницкий завод ЖБИ, который у нас выполняет строительство всех этих домов, значит, стоимость метра квадратного 1092 с учетом отделки. Поэтому индивидуальное жилищное строительство немножко дороже, получается, где-то в районе 1500-1600. Поэтому, само собой, напрашивается такой ответ, что люди идут, конечно, многоквартирно. Поэтому процентов 80 у нас идет многоквартирное жилье. Оно комфортное, удобное, теплые дома, нормальное, с индивидуальным поквартирным отоплением. Поэтому люди больше стремятся в многоквартирное все-таки. Вы смотрите «Диалог». Жанна Чернявская, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. По вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы сегодня у нас в гостях. Жанна Николаевна, вот как можно сделать вывод по этому сюжету? Хоники, несмотря на свой почтенный возраст, город молодой для молодых, для молодежи. Хоники изменились и изменились очень сильно, мне кажется, именно в последнем десятилетии. Да, с 2010-го. Может быть, с 2008-го года вот эта работа началась. И сегодня это уже не те хоники, какими они были на заре этого века. Совсем другой город, неузнаваемый. Очень многое вложено туда было средств. И благодаря чернобыльской программе цели у нее с каждой пятилеткой менялись. В зависимости от тех задач, которые сегодня ставит время. Сегодня основной упор на социальную защиту граждан. Расскажите, пожалуйста, как реализуется, потому что уже задачи ее реализации будут подводиться в этом году. Да, ну вот 2020-м годом заканчивается пятая государственная программа по ЧАЭС. Поэтому есть, скажем так, о чем говорить и подводить итоги тоже есть, в общем-то, о чем. Социальная направленность сохраняется и в пятой программе, и в четвертой. И, насколько я уже знаю, разрабатывается сейчас проект и шестой государственной программы. Там тоже социальная направленность сохраняется. Что это такое и как сегодня это увидеть и понять? Ну, начнем с того, что, конечно, улучшение качества медицинских услуг. За счет денежных средств государственных программ приобретается новое оборудование, приобретаются машины скорой медицинской помощи. Помимо этого, оздоровление и санаторно-курортное лечение детей, это в обязательном порядке, и взрослых. Плюс здесь обязательно специальная диспансеризация населения, которые живут вот именно в этих районах. Это Наровля, и Брагин, и Хойники тоже касаются. Значит, проходят каждый год. Это делается для того, чтобы увидеть на ранних стадиях какие-то заболевания и вылечить, либо предупредить. Помимо этого, школьное питание бесплатно. И дополнительно приобретение различного оборудования, как на пищеблоки, для того, чтобы готовилась качественная и безопасная пища. Ну и, естественно, автобусы для доставки детей. Можно сюда добавлять еще, вот мы видели в сюжете, строительство жилья, и газификация, и дорожное строительство, и благоустройство, и обновление, скажем так, водопроводных сетей, и станции обезжелезивания, потому что у нас в Хойникском районе вода довольно такая жестковатая, поэтому обязательно ее нужно обезжелезивать, очищать. Поэтому этот список продолжать можно очень много, потому что из именно чернобыльских программ выделяется достаточно много денег для того, чтобы районы, вот Хойникские, Брагинские, Наравлянские, ну, хорошо жили. И года от года уровень комфорта, условия, которые создаются, они, конечно, меняются, и меняются к лучшему, это нельзя не заметить. А мы, когда были в Хойниках, то узнали, что, наверное, самый ожидаемый для горожан объект – это новый бассейн. Я считаю, что, конечно же, нужен, потому что это, первое всего, здоровье, здоровье наших детей, которые бы ходили и занимались, а здоровье – это основа нашего дальнейшего будущего. Нужен, потому что, ну, жарко, куда детям ходить купаться? А в Хойниках ничего нет, да? Ни реки, ни озеро? Ну, в Хойниках есть, только в разных деревнях, разных поселках, но чтобы было где-нибудь здесь бассейн, это было бы круто. А ты плавать умеешь? Я – да. У нас на данный момент ни одного озера нет, где можно покупаться. Ни одного. Ни одного. Ни вот поблизости к деревне ни одного озера нет. Только надо ехать на речку, в Припять, это Юровичи, или же на Днепр, туда в Лоев, в Камарин. Все, так больше негде помыться, покупаться даже. А бассейн нужен. Конечно, нужен. Мое мнение, я сама плаваю хорошо, просто в Хойниках как бы в Близи нигде нету ничего такого, где можно покупаться. А у меня есть сын, у которого сколиоз, у меня самой сколиоз, поэтому это было бы и просто как развлечение, и для здоровья полезно. Это хорошо бы было для маленьких деток, и для взрослых, для пенсионеров. Это очень хорошо для здоровья. Вы бы его посещали? Я бы, да. Потому что вот у меня второй будет ребенок, и на данное время первый, и у нас в Хойниках некуда пойти с детьми, например, кроме парка. Конечно, я считаю, что бассейн для города Хойника очень нужен. Во-первых, молодежи очень много для детей, для взрослых. Это все-таки здоровье. Для хорошего кровообращения. Например, жарко на улице, так просто залезь, покупаться, так охладиться. Конечно, нужен бассейн. Это нужная вещь, которая помогает при травмах, когда у спортсмена травмы. После травм нужно ходить в бассейн, поскольку разрабатывается травма в бассейне, и еще улучшается кровообращение. Не обязательно. Для всей нашей белорусской молодежи, для маленьких деток, чтобы они все развивались, для их физической культуры, для всего. И для взрослых, даже пенсионеров. Это обязательно. Это вообще неотъемная часть нашей страны, и наши Хойники. А вы будете посещать его? Ну, конечно. Ну, конечно. Еще и фитнес-центр давайте откроем здесь какой-нибудь. Почему бы и нет? Молодежь. Только будем привлекать. Молодежь будет здесь оставаться, развиваться. Зачем куда-то уезжать? Бассейн в Хойниках будет. Это местным жителям пообещал председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. Как планируется строительство, начнется в 2022 году. Жанна Николаевна, еще, конечно, хорошо бы и фитнес-центр тоже. Это такой признак развития современного города. А как вы думаете, какие еще объекты нужны Хойникам и другим регионам, которые входят в ваш округ? Ну, наверное, я скажу так, что, наверное, нужны новые какие-то производства. В первую очередь. В первую очередь. Для того, чтобы дать людям новые рабочие места. Здесь Хойникский, Браинский, Наравлянский район, на территории которых находится Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Еще одно направление – это туристическое, потому что спрос на это есть. И здесь тоже это направление необходимо развивать. И понятно, что это подтянет за собой и другие вопросы. И сувенирную продукцию, изготовление, естественно, и гостиничный бизнес. То есть здесь, в общем-то, образовывается такой кластер целый. Вот. Ну, вот основное я бы назвала вот это. Ну, а дальше уже будет видно. Мы говорили с вами о работе депутата парламента в округе, о работе с обращениями. Но я думаю, что многие с трудом представляют себе ту часть, которая происходит не в округе и не во время сессии. Вот чем тогда занят депутат Белорусского парламента? Ну, поверьте, не скучаем. Потому что, когда отрабатываешь в округе, естественно, обращаются люди. Обращений много, учитывая, что пять районов у меня. Ну и необходимо все эти вопросы где-то порешать, где-то поразъяснять. Естественно, я начинаю работать уже с министерствами и ведомствами, чтобы понять, что можно сделать. Плюс с местными властями, какие планируются вопросы, допустим. Ну, вот много задают там по дорогам, например, да. И вот это все на протяжении периода. Людям надо дать ответы, надо сделать запросы в министерство ведомства, поехать туда побыть. Вот я была, например, в департаменте, в министерстве ЖКХ тоже ездила. Это небыстрый вопрос, скажем так. И с каждым надо встретиться, поговорить, обсудить тему, какая есть на территории района. Ну и, естественно, получить ответы. Ответы дают, что ремонт дороги запланирован, например, в 2025 году, а можно не в 2025, а вот уже сейчас его провести? Ну, как правило, есть, если касается дорог, что да, есть программа, по которой работают организации. И сегодня у них, например, запланировано 10 улиц на этот год, в следующем году следующие улицы. Ну и, естественно, вклиниться очень сложно. Это уже если какой-то источник найти, который, в общем-то, даст немножко денежек, чтобы довести этот вопрос до конца. Бывает по-разному. Бывает, что и находятся какие-то деньги для того, чтобы решить эти вопросы. Тротуары там или дорога, какой-то кусочек хотя бы прогридировать, хотя бы, допустим, ямочный ремонт сделать. Да, временно закрыть проблему. Ну и, естественно, между сессиями идет подготовка тех законопроектов, которые находятся на рассмотрении у нас в комиссиях. И тогда это, конечно, огромный пласт материала нужно поднять. Работаем и с юристами, потому что иногда, значит, ну, надо посмотреть, как этот законопроект в новом виде, он будет согласовываться с другими законодательными актами, не будет согласовываться. То есть это тоже такой кусок работы, который занимает много времени. Все надо изучить, подготовиться к выступлению и уже в следующую сессию доложить о том, что же удалось наработать. И мы предлагаем там то-то и тот. Конечно. Особенно если это абсолютно новая сфера деятельности, с которой ранее никак не был связан. Например, законопроект, за который ответственно депутат Чернявская, называется «Об изменении кодексов». Да. Жанна Николаевна, как будем менять кодекс? Для меня, конечно, тема новая. Кодекс о недрах. Ну, надо сказать, что в Республике Беларусь у нас есть не только нефть, не только вода, питьевая и минеральная. Это и пески, и глины, это и сопропелли. Это, в общем, целый большой перечень всего. Поэтому мне, конечно, когда лег на стол этот законопроект, и я узнала, что нам необходимо будет работать, и я именно закреплена за этим законопроектом, поэтому пришлось изучать практически все. Вот. Поэтому на сегодняшний день, уже вот 21 мая в первом чтении этот законопроект был принят. Он прошел по первому чтению, но еще до конца надо много поработать, потому что там изменилась терминология вот в данной сфере, не только, а в целом в мире. И нам тоже нужно заниматься этой темой. Плюс есть предложения от недропользователей. Или, допустим, просят, например, хозяйственники, у которых есть внутренние карьеры по добыче песка, например, да, или у кого есть скважины, которыми они не пользуются, и вода, в общем-то, нужно их затампонировать, нужно правильно все сделать, оформить документы, чтобы не было никаких санкций. То есть вопросы, ну, очень специфика такая серьезная, разная. Для меня новая, конечно, поэтому мне пришлось знакомиться со всем, ну и понимать, кто такие недропользователи, что им нужно, и, в общем-то, что они хотят, что хочет Министерство природы и охраны, природных ресурсов и окружающей среды. То есть здесь тоже и закрепление каких-то полномочий за министерством. Ну, в общем-то, вопросов много. Жанна Николаевна, а какие изменения сегодня нужны именно в сфере экологии и природопользования, потому что это основная деятельность, деятельность комиссии? Да. Ну, начну, наверное, с того, что мы, вот, люди привыкли, ну, так, потребительски относиться к природе, потому что вроде бы пользуемся всем, дышим воздухом, да, землю используем, растения, животный мир. И, наверное, уже настал тот период, когда и мировое сообщество, и нам, в Республике Беларусь, надо однозначно обратить внимание на этот аспект, потому что надо понимать, что же мы оставим нашим детям и нашим внукам. Поэтому экологическое направление, вот, в первую очередь, это, ну, просвещение населения, что сегодня уже у нас закреплено законодательно, да, надо рассказывать и говорить о том, что сегодня, ну, по-простому, да, мусорить нельзя. Не нужно в землю закапывать этот пластик, например, которого масса. Выбрасывать тоже его не нужно, нужно это все утилизировать, и сегодня есть возможности для этого. Ну, в общем-то, прививать культуру. И тогда, в общем-то, мы будем, наверное, спокойно относиться, и леса, и болота наши будут помогать нам жить на этой земле. Ну, вопрос такой сложный, серьезный, и который требует больших денежных вливаний. А как вам кажется, что касается именно производств и реального сектора экономики в вопросах охраны окружающей среды, насколько мы работаем экологично в Беларуси? Ну, работаем, наверное, еще мало, недостаточно, поэтому здесь необходимо производственники, конечно, это в первую очередь, потому что выбросы, ну, довольно бывают серьезные. И на сегодняшний день нам надо об этом думать. Каким воздухом мы дышим? И, наверное, уже не считаться с тем, что затраты серьезные, а надо устанавливать определенное оборудование, которое не позволит... Вот об этом нужно было думать, да, еще вчера. Да. А сегодня уже очень срочно нужно принимать меры там, где есть такие упущения и где есть вред для природы. Конечно. Под пристальным вниманием комиссии работа на объекте на месте строительства Белорусской атомной электростанции. Вот периодически в нашей стране проводится мониторинг общественного мнения с целью узнать, как люди воспринимают ядерную энергетику. Какие данные у нас есть сейчас и как вы к этому относитесь? Нужно ли убеждать общественность, что от развития ядерной энергетики мы получим только положительные дивиденды? Ну, есть совершенно полярные мнения, потому что я разговариваю тоже и с коллегами, и просто, в общем-то, с соседями, как говорится. Ну, например, если считать, что атом является таким источником дешевой и безопасной электроэнергии, мы ее используем. И, в общем-то, на сегодняшний день это лучше, ну, это мое мнение, опять же, буду говорить, лучше, чем мы будем, например, использовать уголь. Многие страны его вообще импортируют, и это очень дорого обходится. Но уголь дает выбросы в окружающую среду. И я вот буквально не так давно читала, что, допустим, статистика есть по Германии, там у них 7 атомных станций. 7! Мы еще только одну будем строить. И получается, что они закрыли атомную станцию, и за 5 лет они посчитали, что 36 миллионов тонн выбросов в окружающую среду после, скажем так, того, как сгорел уголь. То есть это просто, ну, измерить, наверное, невозможно. Просто цифра 36 миллионов тонн. И получается, что в разы дешевле содержать в хорошем, поддерживать в нормальном состоянии атомную станцию. Вот они такой вывод сделали, да? И, значит, использовать именно электроэнергию эту по данному направлению. И вот есть еще такая статистика, допустим, жители Финляндии в 4 раза больше используют электроэнергии, чем жители Республики Беларусь. И я думаю, что, наверное, нам вот атомная станция, когда запустим ее, ну, в общем-то, даст много привилегий, скажем, в этом плане. Ну, а следить за тем, насколько безопасны все технологические процессы, насколько они современные, это тоже задача депутатов парламента? В том числе. Ну, конечно, мы же не профессионалы и не специалисты, но я знаю, что в прошлом... Специалисты в документах? Да, в прошлом, значит, шестой созыв, они ездили туда на станцию, смотрели, как идет строительство. Я думаю, что и мы тоже побудем. Ну, и можно будет тогда разговаривать о том, как там, что. Да, и поделитесь впечатлениями у нас потом. Очень многое подсказывает, конечно же, сама жизнь, точки над «и». Во многих вопросах расставил указ президента номер 171 о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Документ принят для того, чтобы оказать поддержку тем категориям населения, которые остро в этом сейчас нуждаются. Большинство его новшеств вступят в силу с 1 января 2021 года. Ну, расскажите, пожалуйста, кто и на какие виды помощи сможет по этому указу рассчитывать? Ну, уже довольно длительный период времени задавали вопрос многодетные мамы, которые рожали и растили детей от 4, 5, 6, 7 детей. И получается, что они фактически находились много времени в декретном отпуске. И когда приходило время получить трудовую пенсию, оказывается, у нее было недостаточно стажа. Ну и вот, наконец, вот этот законопроект, указ, он уравнивает вот эти все вопросы. То есть многодетные мамы, если вот сейчас засчитывался им стаж до 9 лет, теперь будет до 12. И уменьшается им, значит, обычный общий стаж 20 лет, а страховой будет 10. Это тоже, в общем-то, очень хорошая поддержка, учитывая, что мамы – это демография нашей страны. И они рожают детей, и надо их поддержать, конечно, потому что родители – это одно дело, а воспитать гражданина – это другое дело. Плюс государственная адресная социальная помощь. На сегодняшний день максимальный период, насколько можно было оказывать эту адресную ежемесячную помощь, это было до 6 месяцев. Вот как раз этот указ от 6 до 12 продлевает этот период выплаты вот этой адресной помощи государственной. И увеличивается немножко, в общем-то, процент от бюджетопрожиточного минимума до 115 процентов. От 100 до 115, то есть в зависимости от ситуации семьи. Еще очень хорошая такая тема для тех граждан, которые являлись инвалидами первой и второй группы, тоже, когда они подходят к периоду пенсии, надо начислять. Но получается, что человек не может получать, потому что в какой-то период времени он был инвалидом, и, в общем-то, стаж тоже самое здесь регулируется. То есть женщинам и мужчинам снижается там на 5 лет, и получается общий стаж, и страховой, понятно, что уменьшается. Еще такая вот интересная тема, которая, может быть, многим супружеским парам очень поможет. Значит, государство берет на себя один раз ответственность такую провести ЭКО семье, у которой нет детей, которые очень этого хотят. Поэтому здесь тоже, в общем-то, денежная сумма будет выделяться из бюджета и в помощь вот именно таким супружеским парам. И вот эта норма, конечно, я думаю, поможет. Ну, помимо этого, еще родителям, которые воспитывают детей инвалидов тоже немножко, там выплаты будут другими. Ну и тоже стаж, общий стаж и стаж, необходимый для начисления пенсии. Спасибо. Вот как я анонсировала, есть у нас немного времени поговорить о новациях в административном кодексе, который, да, принят в первом чтении, но работа еще не закончена, и предложения по его совершенствованию продолжают поступать с тем, чтобы во втором чтении, да, на сессии снова к этой теме вернуться. Как изменится кодекс об административных правонарушениях? Ну, в первую очередь надо сказать о том, что этот кодекс, появился новый раздел, профилактика. То есть здесь будет больше профилактических, скажем так, статей, чем штрафных санкций, потому что сегодня у нас мы много штрафуем, много наказываем. Ну, когда человек попадает, в общем-то, первый раз, и, допустим, можно обойтись предупреждением, а не штрафовать, и вот пришли к такому решению. Получается, что, как и в уголовном кодексе, будут распределены, значит, проступки, это первый раздел, потом правонарушения, которые, ну, более серьезные, и, естественно, грубые правонарушения, которые уже требуют, в общем-то, серьезных действий. Предложений и от жителей, и от, значит, всех, кто занимался, в общем-то, административным кодексом, была масса, в том числе и в парламент, в том числе и ко мне, и по экологическим вопросам, потому что есть такие направления, что от пяти базовых величин самая минимальная, да, а, значит, структуры сами просили снизить немножечко, потому что пять человек, пять базовых величин на одного человека, ну, в общем-то, за совершенно небольшой проступок, это тоже много, вот, и вот основная масса, то есть направление работы сейчас будет спрофилактировать, в том числе там и по несовершеннолетним будут новые направления, ну, и уменьшить вот эту нагрузку штрафных санкций, не карательный, а профилактируемый, чтобы люди понимали, что сегодня, если что-то один раз совершил, то не нужно этого повторять, потому что потом это пойдет уже наказание. Ну, и, конечно же, главное событие в политической жизни страны у нас в преддверии состоится 9 августа, выборы президента Беларуси и, как поставил задачу председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, задача парламентариев приложить усилия, чтобы выборы прошли честно, открыто, в спокойной и безопасной обстановке и в строгом соответствии с законодательством. Жанна Николаевна, как парламентарии будут выполнять эту задачу? Традиционно. Конечно, мы будем много встречаться с людьми в трудовых коллективах, с населением, конечно же, рассказывать то, что сегодня достигнуто в Республике Беларусь удалось и в Гомельской области, и в целом в Республике, что удалось нам сделать всем вместе, как сегодня Республика Беларусь выглядит в мировом сообществе, потому что есть что сказать хорошее, и, естественно, разъяснять людям о том, что такое, в общем-то, выборы, если, может быть, кто-то раньше не был, это касается тех, кто молодые, только пойдут первый раз голосовать. Ну и в целом, в общем-то, всю ситуацию на сегодняшний день о том, что сегодня голосовать обязательно нужно идти. Каждый должен выразить свое мнение. Да, и сделать свой выбор, от которого зависит будущее и страны, и каждой отдельно взятой семьи. Жанна Николаевна, у нас одна минута до окончания эфира, есть два вопроса у нас на вебере. Хочу попасть к вам на прием или пообщаться по телефону, как можно узнать о проведении встречи или прямой телефонной линии? Значит, внимательно посмотрите, есть сайт Палаты представителей, там есть моя страница, на которой указаны телефоны моих помощников, телефоны и мой электронный адрес. Можно обращаться и так, и так. И смотрите еще сайты и соцсети на сегодняшние две недели, которые, даже три мы будем больше, будем находиться в округах. Я буду проводить прямые линии и приемы граждан, поэтому из какого района там девушка или кто пишет, пожалуйста, записывайтесь. Есть еще вопрос о сопропелях, перспективно ли их добыча, есть ли от этого экономический эффект. Рекомендую на сайте телерадиокомпании или на нашем ютуб-канале посмотреть сюжет, он совсем недавно был в эфире, Житковичи. Житковичи химсервис, предприятие, которое активно занимается разработкой, продажей. И белорусские сопропели сегодня есть не только в Европе, даже в Америке, поэтому выгодно. Жанна Николаевна, спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. Спасибо большое. Жанна Чернявская, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы была у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин